Мнение в чате ютуба Анна Князькова пишет, если бы выборы что-то могли решать, их бы давно закрыли. Анна, если у власти есть полный карбланш, очень высокий лимит прочности, поддержки, безусловно, к этому все пришло бы. К сожалению, для власти полного контроля у них нет. То есть, если вы думаете, что они могут принять все, что угодно, любое решение, и люди массово это схавают, это очень наивная и идеалистичная позиция, это неправда. Везде есть точка кипения, везде есть свои красные черты, которые нельзя переступать, потому что это провоцирует людей, провоцирует общество. И стабильная масса населения, граждан нашей страны будет приведена в активную, нетерпимую стадию, и власти это просто не нужно. У них есть другие механизмы контролировать этот процесс. Какие механизмы? У них через общественные, социологические опросы, контролируя общественные мнения, они смотрят, насколько люди политизированы. А параллельно с этим они финансируют какие-то юмористические шоу, они снимают какое-то кино, они создают какие-то там проблемы движения, которые не дают людям концентрироваться на причине проблем. Если люди не политизированы, если они не имеют большого протестного настроения, это основание говорить о том, что все под контролем, не нужно отменять выборы. Можно сохранить демократическую форму и перед соседями, и перед населением страны, ну, не создавать себе лишних проблем, грубо говоря. Они идут дальше, они говорят о том, что, ну да, если население там, условно говоря, по большей части ненавидит власть, понимает, что их грабят, угнетают, обманывают. Нужно убедить людей, что выборы ни на что не влияют, чтобы вот это протестное настроение не вылилось на участки. Чтобы люди, которые за власть не голосуют, чтобы они вообще не голосовали, чтобы они остались дома. Как это формируются выборы? Это фальсификация, они ни на что не влияют, там за нас уже все посчитали. Ну, понятно же, да, выбора нет, в конце концов, все одинаковые, да. И если они контролируют, что опросами, а у них, в отличие от общества, от граждан, самая лучшая социологическая служба и возможности, они максимально тонко чувствуют настроение общества. И если они это понимают, что результат будет такой, им нечего бояться, им нечего терять, они по-любому победят на выборы, если на выборах придет 15% населения страны. Молодежь не пойдет там до 25 лет, потому что они там компьютерными играми, там, я не знаю, алкоголем, какие-то там движениями там, молодежными, они не верят в выборы, им это неинтересно, они не разбираются в этом, они не, никогда не пойдут менять власть на избирательные участки. Там пожилое население, вообще, значит, они под телевизором, они за власть, а им там телевизор промыл мозги, и вот остается там буквально небольшой процент, который пойдет и будет голосовать против. Они это оценивают и понимают, что на одной чаше весов, это условно говоря 20 миллионов человек, которые пойдет и проголосуют против, но на другой чаше весов, у них административный ресурс, у них давление возможности, у них бюджетники, студенты, которых они заставят, они считают, вот эти кадры силовиков, судей, работников администрации правительства, они смотрят и говорят, что мы 20% реально приведем на выборы. То есть они отмобилизуют свой административный ресурс, не только самого врача, но они проконтролируют, чтобы врач с женой пришел, чтобы учитель там, знаешь, что двое детей по 25 лет, да, приведет и заставит их проголосовать, в противном случае будут угрожать увольнением или штрафами или какими-то последствиями негативными. И в этом случае они реально победят. Им не нужно ни вбрасывать, ни рисовать, ни переписывать, ни электронки, ничего не надо. Но если на выборы придет не 15%, а 90%, это катастрофа для них. И вот в этом случае они выборы отменят. В этом случае выборы реально будут упразднены, либо перенесены будут. Вот как по примеру сентября 22 года, когда наверху власть решала, нужно ли переносить день голосования на потом, потому что из-за санкций, из-за дефицита, из-за роста цены, из-за нестабильности курса валют, они не понимали, что произойдет в экономическом социальном пространстве, насколько это болезненно ударит по гражданам. И они понимали, что если это обострит положение человека, то это спровоцирует недовольство, а это потенциально выльется в протестное голосование. И вот они на протяжении месяцев мерили общественные отношения, пытались предугадать развитие ситуации в экономике и пришли к выводу, что они потянут это. Они пришли к выводу, что серьезного эффекта к сентябрю, скорее всего, не будет. Поэтому они решили не рисковать. Но если эта ситуация гипотетически выльется в 2023-2024 год, им нужно будет думать, а что делать, когда народ в нищете настолько, что не готов больше терпеть, на улицах они думают, что никто не пойдет, им нужно как с участками, с избирательными вопрос закрыть. И вот здесь заранее, задолго они подготовили дистанционное электронное голосование. Дальше они будут вести бесконечную агитацию, чтобы легализовать эту форму, чтобы ее рекламировать, рассказывать, как это удобно, как это безопасно, как это для граждан все. И вот в тот кон, когда они ее везде, повсеместно внедрят, они отменят выборы. Они отменят их фактически. То есть форма демократическая, она сохранится. Федеративность сохранится. Но в реальности выборов не будет. Потому что компьютер будет выдавать 146% за Единую Россию, и все остальные должны будут вот просто поверить. То есть вот эта тема дистанционного электронного голосования делается с единственной задачей. Они понимают, что лимит исчерпан. Нет доверия, нет поддержки, нету проектов, инициатив, нету кадров, которые могли бы это доверие вернуть. Но наряду с этим есть огромные, хищнические, по своим масштабам безумные аппетиты, обогатиться за счет людей. И власть понимает прекрасно, что доверие будет снижаться. И чтобы сохранить за собой господство, они действительно отменят выборы. Но через дистанционное электронное голосование. Поэтому смотрите на это не так топорно, чуть тоньше, да? Посмотрите на их страхи, чего они боятся, что они пытаются избежать. И если вы считаете, что они ничего не боятся, вы очень наивны. Очень наивны. Люди, которые владеют всем, у которых столько денег, что их нельзя потратить, которым не писан закон, которые могут сделать, сотворить все, что угодно. Им все сойдет с рук. Что такие люди боятся больше всего? Потерять это все. Потерять эти правила, эти порядки, чтобы эти устои не были изменены. Вот чего они боятся. А здесь каждая мелочь учитывается. Уж тем более судьбоносное решение о том, что мы отменяем выборы. Теперь у нас царь и бояре.